Всем привет! Если вы впервые на нашем канале, сообщу, что этот выпуск про итоги последнего тура премьер-лиги, в котором посмотрим таблицу, расписание и лучших галеодоров. Напомню, как сыграли команды в первой части этого 17-го тура. 18 ноября в субботу ЦСКА переигрывает в Хабаровске СКА 2-4, дубль у Вербума. Матч первого круга завершился 2-0 в пользу москвичей. Динамо сыграло во вторую подряд ничью, на этот раз с Ахматом 1-1. В первом круге Ахмат был сильнее 2-0. Краснодар уступил на своем поле Спартаку 1-4, дубль у Адриана. Впервые след до этого года на поле появился за Спартак Роман Зобнин. У Спартака в чемпионате уже 10-матчевая серия, в которой команда берет хоть какие-то очки. А Краснодар, напомню, уступил и в первой игре 2-0. Арсенал и Рубин сыграли в ничью 0-0. Уже третий матч к ряду никому не уступает Арсенал. А в первом круге сильнее был Рубин 2-1. В воскресенье Уфа одолела Урал 2-0. У гостей в конце игры был шанс отыграть один мяч в пенальти, но Бигфалви не смог его реализовать. Урал до этого 4 матча никому не уступал. Уфа выигрывает уже четвертый домашний матч подряд. В первом круге Уфа также была сильнее 1-0. Лидер чемпионата Локомотив минимально 0-1 на выезде переиграл Анжи. Алексей Миранчук автор этого гола, который стал для него уже седьмым. А его клуб держится на первой позиции. Юрий Семин после этой игры сказал, что готов сыграть, имеется ввиду его команда готова сыграть, в следующем туре в Хабаровске, несмотря на холодную погоду. Напомню, что в городе в этот день ожидается минус 20 мороза. Ростов, сыграв с Амкаром 0-0, продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до 11 матчей. У Амкара подобная серия только из трех матчей. В этой игре обоих клубов в концовке было назначено по одному пенальти, но даже это не изменило счет на табло. Последний раз Ростов выигрывал еще 12 августа у Уфы 1-4. И Зенит крупно переграл Тосно, можно сказать, в дерби 5-0. Артем Дзюба отличился впервые в чемпионате, для него эта встреча стала сотой за клуб. До этого он еще расписался один раз в воротах Вардара. Зенит впервые выигрывает за последние 6 туров. Последний раз это случилось еще 24 сентября в игре с Краснодаром. Счет тогда был 2-0. В октябре 2015-го Зенит и Тосно встречались в кубке. Тогда Зенит выиграл также 5-0. Следующий матч Зенит проведет со Спартаком. 21 ноября начнется пятый тур в Лиге чемпионов. Спартак, напомню, сыграет с Морибором, а ЦСКА с Бенфикой. 23 ноября Лига Европы. Зенит Вардар и Локомотив Копенгаген. Расписание следующего тура на вашем экране. 24 ноября Амкар, Динамо, Тосно, Арсенал, Ахмат, Уфа, Урал, Краснодар, Рубин, ЦСКА, Ростов, Анжи, 27-го СК, Локомотив и Центральная встреча Спартак, Зенит. Итак, таблица после 17-го тура на вашем экране. У Локомотива 36 очков, у Зенита 33. У ЦСКА 29, у Спартака 28, у Краснодара 27. У трех команд по 24. Это Арсенал, Уфа и Урал. У Ахмата 22, у Рубина 20, у Ростова 19, у Мкара 18, у Тосно на дно меньше, у Анжи и Динамо по 16 и у СКА 12. Александр Кокорин, который также отличился в этом туре, имеет 9 голов. У Промеса и Смолова по 8, у Алексея Миранчука, как я и сказал, 7. Смотрите также выпуски и про другие чемпионаты на нашем канале. Не забывайте смотреть премьер-лигу каждую неделю. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok